Михаил Алексеевич Булгаков Собачье сердце Часть первая В подворотне дома лежит собака Снег и ветер заметают ее Она не двигается с места Собака эта особенная Особенность ее в том, что она умеет думать и рассуждать Думает пес сейчас о том, что приходят его последние часы Негодяй-повар из столовой нормального питания служащих Плеснул негодяй кипятком и обварил левый бок Бок болит нестерпимо Летом можно было бы смотаться в сокольнике Там хорошая травка растет, но сейчас зима Пришло время погибать И чем я ему помешал? Не обожрал же я его, покопавшись в помойке Вы видели его рожу? Поперек себя, шире Вор с медной рожей Ах, люди, люди Дворник еще продолжал думать пес Из всех пролетариев самая гнусная мразь Человечьей очистки Повар попадается разный В лаз с причистенки Скольким собакам жизнь спас Царство ему небесное Что там вытворяют в совете нормального питания Мерзавцы щи из вонючей солонины варят А те бедняги ничего не знают Жрут, лакают Долго еще рассуждал умный пес о недостатках современной жизни Но тут дверь магазина через улицу хлопнула Вышел господин Пес сразу понял, что господин Такой тухлятиной есть не станет Господин уверенно пересек улицу и направился в подворотню Пес собрал остатки сил и пополз из подворотни на тротуар Вьюга хлопала Над головой плакат «Возможно ли омоложение?» От господина исходил запах дивной конской колбасы Она находилась в правом кармане у господина Пес пополз на брюхи, обливая слезами Загадочный господин наклонился к псу Вытащил продолговатый пакетик Отломил кусок и протянул О боги! Руки лизать ему руки И ничего больше Бери шарик, сказал господин Шарик, окрестили Да называйте как хотите за такой выдающийся ваш поступок Пес мгновенно разорвал кожуру и вгрызся в кусок Секунда колбаса исчезла Целую ваши штаны, благодетель мой Но господин колбасы больше не дал Он позвал его за собой За вами идти? Да хоть на край света Пинайте меня вашими фетровыми ботинками Я слова не вымолвлю Шарик бежал за господином Бог болел немилосердно Но он временами забывал про него Сосредоточившись на одном Как бы не потерять чудное видение в шубе Какой-то сволочной кот-бродяга учуял краковскую Но шарик так лязгнул зубами Что кот взлетел на фонарный столб до второго этажа Господин оценил преданность И наградил пса вторым куском райской пищи Эх, чудак, подманивает меня Да я и сам никуда не уйду Буду двигаться за вами, куда прикажете Вобухов, сделайте одолжение Очень хорошо известен нам этот переулок Э, нет, нет Здесь швейцар Хуже ничего на свете не бывает Гаже котов Однако господин уверенно вошел в парадную Позвал шарика за собой Швейцар пропустил Господин в шубе снова позвал шарика Господи, да иду я иду Никуда не денусь Не враг же я себе Подобранный доктором преображенским Пес обладал высоким интеллектом Он даже умел читать Только задом наперед Подбегать к магазину рыба Было удобнее с хвоста Потому что за головы стоял милиционер Вот и научился читать слова наоборот Да и ни к чему вообще-то читать Запахи сами за себя говорили Но уж так получилось Читать шарик умел Потому на двери, впустивший его в райскую обитель Прочитал три буквы ПРО Дальше стояла какая-то пузатая дрянь Ее шарик не знал Но не пролетарий, это точно Пролетариями в этом доме и не пахло Неизвестный господин Привел шарика в свою роскошную квартиру Просил пожаловать И шарик пожаловал Вертя в умиление хвостом В передней сразу же обратила на себя внимание Огромное зеркало Какая-то улыбающаяся женщина Вышла помочь раздеться Она посмотрела на шарика Он ей показался паршивым Доктор осмотрел бок И сказал, что это ожог Какой-то злодей обварил собаке бок Потом он резко произнес загадочные слова Зина, в смотровую его Сейчас же И мне халат Шарик понял, что сейчас его затащат в больницу И будут копаться в больном боку Эй нет, извините, не дамся И не дался Он устроил в смотровом такой кавардак Такой погром Хватил увлеченно за ногу подоспевшего помощника Но на морду набросили что-то сладкое, пахучее Иду в рай за собачье долготерпение Братцы-живодеры За что же вы меня так? И тут Шарик окончательно завалился на бок и издох Когда он воскрес, легко кружилась голова А Бог сладостно молчал Приоткрыв том на глаз Обнаружил себя туго перевязанным поперек живота Какой-то голос фальшиво пел Шарик открыл оба глаза В двух шагах увидел задранную штанину и укушенную щеколотку Угодники, подумал он Это стало быть я его куснул Моя работа Ну, будут драть Он жалобно заскулил Но драть не стали Зато накормили хорошо Превозмогая слабость, Шарик поковырял в приемную Ну и чудес он там насмотрелся Когда пришел один фрукт с зелеными волосами Шелковым нижним бельем в кошках Шарик не выдержал и залаял Фрукт вздрогнул и подпрыгнул Профессор успокоил его, сказав, что он, Шарик, не кусается Это я не кусаюсь, удивился пес Потом приходила странная, но румянинная дама Которая долго копалась в юбках Наполняя комнату тошнотворным запахом духов Похабная квартирка, думал пес Но до чего хорошо А на какого черта я ему понадобился Неужели же жить оставит? Да ведь ему только глазом мигнуть Он бы таким псомом завелся А может, я и красивый Видно мое счастье И Шарик погрузился в блаженное состояние сна Разбудили его какие-то люди Они хотели уплотнить профессора Преображенского Предлагали, как и Сидора Дункан, принимать пищу не в столовой, а в спальне Профессор был крут Кому-то позвонил, этот кто-то дал жару Швондеру, начальнику нового дома управления Квартиру оставили в покое В полном довольстве и невидении о готовящейся судьбе Жил Шарик у профессора Преображенского Но профессор готовил ему великую долю Дело в том, что профессор изучал роль гипофиза в организме Вместе с доктором Барменталем, своим помощником и крестником Шарика Это и его Шарик тяпнул Должны были провести операцию по пересадке гипофиза человека собаки А потом наблюдать, как он влияет на организм собаки Но Шарик этого не знал и наслаждался теплом и уютом на кухне Возле корзины с углем Кухарка Дарья Петровна не выносила на кухне собак Но Шарик обладал каким-то секретом покорять сердца людей Однажды в доме началась суматоха Суматоху Шарик не переносил Его заперли в ванной Потом вывели и отправили с Зиной в операционную Там сладкий резкий запах и небытие А доктор Барменталь и профессор Преображенский Стали над распластанным на операционном столе псом Было непонятно То ли удалась операция, то ли нет Но пульс имел место быть И началось странное, изумительное перевоплощение собаки в человека Началось оно с интенсивного выпадения шерсти Увеличение роста, затем отпал хвост Собака быстро превращалась в человека Появилась речь и первым словом Шарика в образе человека стало слово «пивная» Очень просто объясняется такой феномен Донором гипофиза яичников стал Клим Григорьевич Чугункин Балалайшник и безусловный пьяница Наконец Шарик так изменился, что на него одели штаны Он в ответ произнес длинную веселую фразу «Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку» Дальше — больше Профессор сделал замечание, на что Шарик вполне осознанно отозвался «Отлезь, гнида» Человек состоялся По Москве поползли слухи Возникла острая необходимость сделать Шарика лицом официально зарегистрированным Да он и сам на уськанной преддомкома Швондером требовал у Преображенского бумагу Филипп Филиппович был категорически против Он вообще не хотел выпускать Шарика Человека из квартиры Но обстоятельства Между профессором Преображенским и Шариком Человеком состоялся занимательный разговор «Какое дело вы хотели мне сообщить?» — спросил он Шарика Человека «Да что ж дело? Дело простое Документ мне, Филипп Филиппович, надо Филиппа Филипповича несколько передернуло Хм, черт, документ, действительно А может быть это как-то можно?» — голос его звучал тоскливо «Это уж извиняюсь, сами знаете, человеку без документа воспрещается существовать А самое главное — учетная карточка Я дезертиром, быть не желаю У вас же нет ни имени, ни фамилии Имя я себе выбрал Полиграф Полиграфович А фамилию согласен оставить наследственную Шариков Что было делать профессору Преображенскому? Он выписал документ Михаил Алексеевич Булгаков Собачье сердце Часть 2 Получив документ, Шариков неожиданно для профессора Преображенского Устроился на работу в подотдел по очистке города Москвы от бродячих животных Котов и прочее В отделе МКХ Пристроил его туда всезнающий швондер И Шариков обнаглел совсем Мало того, что до этого устроил в доме Филиппа Филипповича потоп, вылавливая соседского кота Который заскочил с перепугу ванную комнату А Шариков не справился с кранами Мало того, что безобразно приставал к женской прислуге профессора И отвратительно пил чужую водку По ночам шлялся по лестницам и пугал поздних жильцов Шариков стал себя по-хамски вести с Филиппом Филипповичем И с доктором Барменталем Измученный профессор Преображенский забросил практику Терпение его было на грани срыва Однажды вечером Когда Шариков пришел со своей ужасной работы Отвратительно воняя подвалами, котами и еще какой-то дрянью Доктор Барменталь устроил ему выволочку На вопрос Барментали, почему от Шарикова так пахнет Тот ответил, что вчера котов душили-душили, душили-душили Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Барменталя Глаза того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова Без всяких предисловий он двинулся на Шарикова Легко и уверенно взял его за глотку Караул пискнул Шариков бледнее Не будем пересказывать все воспитательные мероприятия Предпринятые Барменталем Итог их был таков Шариков просил прощения у всех Ему предписывалось быть ниже травы, тише воды Шариков обещал Филипп Филиппович во время экзекуции Как-то висеежился, уменьшился Машинально он спросил Шарикова Что вы делаете с этими, с убитыми котами? На пульты пойдут, ответил Шариков Из них белок будут делать на рабочий кредит За сим в квартире наступила тишина И продолжалось двое суток Через два дня в квартире появилась худенькая барышня С подрисованными глазками В кремовых чулочках и очень смутилась великолепием квартиры В передней она столкнулась с профессором Тот оторопел и остановился, прищурился и спросил Позвольте узнать Это наша машинистка Я с ней расписываюсь, ответил Шариков Важно Филипп Филиппович поморгал глазами Подумал и очень вежливо пригласил к себе в кабинет Шариков хотел идти с ними, но вмешался Барменталь В кабинете девушка выслушала историю господина Шарикова Филиппу Филипповичу стало жаль обманутую Он дал ей 30 рублей и проводил в прохожую Там Барменталь отобрал у Шарикова колечко с изумрудом Которое полиграф Полиграфович выманил машинистки на память Девушка плакала Подлец, сказала она Шарикову и вышла из квартиры Ладно, попомнишь меня Устрою завтра сокращение штатов Злобно пролаял он Но Барменталь успокоил ее, сказав, что ничего не произойдет Можно спокойно работать А Шарикова предупредил Он будет сам ежедневно узнавать о судьбе этой машинистки Одним словом поведение Шарикова задергало всех И профессора Преображенского, и доктора Барменталя Свой исход Шариков предрешил сам Преступление созрело и упало, как камень Со сущим нехорошим чувством вернулся на грузовике полиграф Полиграфович Преображенский пригласил его в смотровую Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Барменталя Вокруг ассистента ходила грозовая туча Филипп Филиппович со зловещим спокойствием сказал «Сейчас же заберите ваши вещи, брюки, пальто, все, что вам нужно, и вон из квартиры» «Как это так?» — искренне удивился Шариков «Вон из квартиры, сегодня», — монотонно повторил профессор «Какой-то нечистый дух вселился в Шарикова, очевидно, смерть караулила его» Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто «Да что такое в самом деле? Что я на вас, управы не найду? Я на шестнадцати аршинах сижу здесь и буду сидеть» Задушенным голосом Филипп Филиппович велел Шарикову убираться из квартиры сейчас же Шариков сам пригласил свою смерть Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом шиш А затем правой рукой по адресу опасного Барменталя из кармана вынул револьвер Папироса Барменталя взлетела падучей звездой А через несколько секунд прыгающий по битому стеклу Филипп Филиппович метался в ужасе от шкафа к кушетке На кушетке распростертый и хрипящий лежал заведующий под отделом очистки На груди у него сидел хирург Барменталь и душил его белой подушечкой Через несколько минут доктор Барменталь с исцарапанным лицом и руками С диковатым выражением на этом исцарапанном лице наклеил на аппаратном входе записку В ней сообщалось, что профессор болен и никого принимать не будет Просил не беспокоить звонками, и Зине и Дарье Петровне велено было никуда из квартиры не выходить Временно, нужна тишина Он и профессор работают, и нельзя мешать Закрыли черный ход на замок Тишина покрыла квартиру Заползла во все углы Наступили сумерки, скверные, настороженные В операционной что-то происходило Слышались приглушенные от ревисты приказания профессора Преображенского И ответы доктора Барменталя Звякали тихонько металлические инструменты Но что там происходило, осталось тайной Впоследствии соседи говорили, что в квартире профессора Преображенского Всю ночь горел свет Когда уже все кончилось, Зина болтала, что в кабинете профессора горел камин А Иван Арнольдович Барменталь, совершенно зеленым и сцарапанным лицом, сидел возле огня и жег синюю тетрадку В каких профессор пишет истории болезни своих пациентов Проверить теперь трудно, было или не было, о чем говорили Одно было неоспоримо В квартире в тот вечер стояла полнейшая и ужаснейшая тишина Через десять дней профессора навестила уголовная милиция Потребовали объяснить исчезновение Шарикова, которого уже много дней нет на работе Об этом, конечно, позаботился Швондер По-королевски, пожав плечами, профессор переспросил «Это моего пса?» «Нет, не пса», «а когда он уже говорил» «Говорить это еще не значит быть человеком» «Профессор», — очень убедительно заговорил человек облеченной власти «Тогда придется его предъявить» Филипп Филиппович попросил доктора Барменталя предъявить Шарика следователю Криво улыбаясь, доктор вышел Через минуту он ввел в кабинет странного пса Он был пятнами лыс, пятнами на нем обрастала шерсть Вышел он, как циркач, на задних лапах Потом опустился на четыре В приемной застыло гробовое молчание Кошмарный пес снова поднялся на задние лапы, улыбнулся и сел в кресло Милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом Человек в черном в удивлении произнес «Как же, позвольте!» Он служил в очистке «Я его туда не назначал», — ответил Филипп Филиппович «Ничего не понимаю, это он?» — обратился бескураженный следователь к милиционеру Тот согласно кивнул головой Послышался голос швейцара Федора «Он, только опять сволочь, оброс!» «Он же говорил!» «Но он и сейчас говорит, только все меньше и меньше!» «Ноука еще не знает способов обращения зверей в человека!» «Вот я и попробовал!» «Да только неудачно!» «Как видите!» «Поговорил и начал превращаться в первобытное состояние!» «Автавизм!» Неприличными словами не выражаться, вдруг горкнул пес и встал с кресла Следователь вдруг побледнел и стал падать Трубы ласково дарили тепло Высшее божество сидело в кресле за столом и писало Пес-шарик, привалившись боком, лежал на ковре у дивана От весенних туманов пес страдал головными болями Которые мучили по кольцевому шву на голове Но от тепла они проходили Вот и сейчас, угревшись, шарик чувствовал, что боли отступают В голове проясняется Потекли теплые и сладкие мысли «Так свезло мне, так свезло!» Думал он, задрюмывая «Просто неописуемо свезло!» Утвердился я в этой квартире Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто Тут не без водолаза Потаскуха была моя бабушка, царствие небесное, старушки Правда, голову исполосовали зачем-то Но это до свадьбы заживет Нам на это нечего смотреть Сон совершенно овладел шариком Виделось что-то странное и непонятное Во сне пес вздрагивал Сучил лапами и тихонько поскуливал По квартире плыла благословенная тишина Святой волшебник сидел и напевал про священные берега Нила Руки в резиновых перчатках доставали из сосуда что-то желтоватое и блестящее Профессор Преображенский продолжал свои опыты Упорный человек Преображенский продолжал свои опыты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok